МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире День города в студии Максим Васильев. Здравствуйте! Сегодня выпуска. Полмиллиарда на нужды рязанцев. За изменения в бюджете депутаты Городской Думы проголосовали единогласно. Краж не допущено, а росгвардейцы подводят итоги года. Криминальный колл-центр на телефонных мошенников устроили засаду. Почти на полмиллиарда рублей увеличили сегодня консолидированный бюджет Рязани и народные избранники. Изменения в главный финансовый документ депутаты Городской Думы утвердили единогласно. Подробности далее. Решение единогласно принято. Этот вопрос, пусть и значился в повестке как дополнительный, все же стоял особняком. Увеличение доходной части бюджета это всегда празднично, а когда их почти полмиллиарда, воспринимается не иначе, как предновогодний подарок, причем всем жителям города. Предлагается увеличение доходной и расходной частей бюджета на 417,5 млн. рублей, в том числе 297,3 млн. рублей за счет дополнительных поступлений, межбюджетных трансфертов из которых 102,8 млн. рублей на организацию бесплатного горячего питания школьников младших классов, 60 млн. рублей на приобретение специализированной коммунальной техники, 54 млн. рублей на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство. Тратить народные избранники будут разумно в интересах жителей города. На полмиллиона рублей, например, обустроят подход к остановке улицы строителей. Еще на 52 млн. закупят дезинфицирующие средства для школ. В общем, ни по одной из позиций вопросов у особо активных депутатов не возникло. Вот при организации мупов высказались практически все. И даже аргумент о том, что так обязывает сделать федеральное законодательство, мало кого убедил. Из 15 действующих сейчас 8 предлагается акционировать, а это один из механизмов приватизации. 3 преобразовать в ООН. То есть из 15-11 предприятий попадают под нож оптимизации. Громкие заголовки, впрочем, были разбиты главным доводом. После смены формы управления 100% акций всех компаний по-прежнему будут у городской администрации. И голосовать народным избранникам предлагалось не за сию минутные изменения, а, можно сказать, за направление в развитии. Никакого решения сейчас принципиально не принимается. Мы утверждаем то классное направление работы, которое нам предлагает администрация. Пока это предприятие будет подробно рассмотрено, почему такая форма, что это предприятие делает, есть ли какие-то другие пути реорганизации. Решение о векторе развития в итоге было принято простым большинством голосов. Это была последняя сессия в уходящем году. Его итоги подвела Юлия Рокотянская. Мы сами рассмотрели более 250 решений. В это непростое, сложное время я хочу вам выразить признательность. Мы максимально были в полном составе. Мы не прошли мимо ни одного вопроса, которые было представлено и разобрали четко на всех комитетах. У нас не было ни одного непроведенного комитета либо думы за весь этот период времени. Я считаю, что вся работа совместно с администрацией города Рязани была проведена слаженно, четко и конструктивно. Конечно, в преддверии наших праздников, Нового года Рождества, я хочу искренне всем вам, вашим близким, нашим жителям города Рязани от вашего лица пожелать в первую очередь здоровья, единомыслия, уважения друг к другу. Подумать о единомыслии у народных избранников времени будет достаточно. Следующая сессия 11 января. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания, город. Почти тысячу спецопераций провели сотрудники рязанских СОБРа и ОМОНа в 2020 году. Помимо традиционных уже командировок на Кавказ в этом году бойцы разминировали боеприпасы, изымали подпольные стволы и охраняли гособъекты. Итоги их работы у Олеси Котровской. В 2020 году подразделения ОМОН и СОБР были задействованы в порядка тысячи специальных операций. Задержали более 170 подозреваемых в совершении преступлений. За аналогичный период сотрудники вневедомственной охраны регионального управления Росгвардии порядка трех тысяч раз выезжали на охраняемые объекты по сигналу тревога и пресекли более 220 правонарушений, совершенных в отношении охраняемого имущества. Краж не допущено. Не раз в уходящем году специалисты взрывотехники ОМОН выезжали в район на Рязанской области для обследования боеприпасов, которые находили местные жители. Но это далеко не все. Росгвардейцы усилили контроль за оборотом оружия и за этот год изъяли свыше 1300 нарезных стволов. В настоящий момент на территории Рязанской области под контролем Росгвардии находится свыше 30 тысяч владельцев гражданского оружия, у которых имеется более 40 тысяч единиц гладкоствольного оружия и порядка 7 тысяч единиц оружия ограниченного поражения. Ситуации, которые связаны с реальной опасностью в работе росгвардейцев, немало четко отработанные действия спасают жизни. Воссоздавали возможные ситуации весь этот год на базе учебно-тренировочного центра. В наступающем росгвардейцы продолжат здесь оттачивать свои навыки. К выполнению новых служебно-боевых задач они готовы. Олеся Котровская, телекомпания «Город». Один из главных позитивных итогов правоохранителей – выявление телефонных мошенников, которые как-то уж сильно активизировались в этом году. Очередных полицейские накрыли прямо на улице Свободы. Как удалось вычислить злоумышленников, знает Максим Яковлев. Все пострадавшие описывали в полиции практически одну и ту же ситуацию. Они размещали в сети объявления о продаже сельскохозяйственной продукции. Когда с ними связались покупатели, то те запросили номер банковской карты. А затем под предлогом оформления финансовых документов просили назвать им код из поступившего СМС-сообщения. Затем со счетов пропадали все сбережения. Со счетов заявителей пропали 62 и 8 тысяч рублей. В рамках межрайонного взаимодействия было установлено, что ниточки от этих хищений тянутся в город Рязань. Оперативники Управления уголовного розыска УВД России Паризанской области провели специальные технические мероприятия и выяснили, что к выводу денег причастны двое рязанцев в возрасте 19 и 22 лет. В ходе расследования были выявлены еще два аналогичных эпизода – похищение 60 тысяч рублей у жительницы Астраханской области и 85 тысяч рублей у жительницы Владимирской области. Засаду для двух аферистов подготовили на парковке одного из гипермаркетов на окраине Рязани. Захват провели быстро. У мошенников не было никаких шансов скрыться. За что задержаны? Был задержан за мошеннические действия. Совершен на сайте Элита представлялся покупателем скота и отманывал людей на деньги. В отношении злоумышленников возбуждено еще два уголовных дела, по которым предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Максим Яковлев, телекомпания города. Отсутствие детских удерживающих устройств проверяли сегодня на улицах города сотрудники Рязанской ГИБДД. За перевозку ребенка вне кресла, как известно, полагается штраф в 3 тысячи. Сколько автолюбителей его в итоге получили, выясняла Ангелина Никитина. Сотрудники ГИБДД останавливают проезжающие машины и просят водителей предоставить необходимые документы, подмечая наличие или отсутствие детского кресла. Добрый день, госинспектор, технический финансов, старший парень. Водительские документы, пожалуйста, добрый, пожалуйста. Молодцы, древние, проходите с мероприятия. У родителей нарушителей традиционные отговорки. Нам недалеко ехать или банально не хватило денег на кресло. Впрочем, на автоинспекторов это не подействовало. Свой штраф они получили. За 11 месяцев текущего года на территории Рязанской области зарегистрировано 193 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. 93 факта зарегистрировано с участием детьми пассажирами. В результате таких ДТП 9 детей погибли и 100 получили травмы различной степени тяжести. Использование детских кресел – важная мера профилактики, говорят автоинспекторы. Это, в первую очередь, удобно для родителей. Они не отвлекаются от дороги. Детей, конечно, можно возить без кресел, но в исключительных случаях. Допускается перевозка юных пассажиров на заднем пассажирском сидении в возрасте от 7 до 12 лет. Особое внимание необходимо обратить на перевозку детей в личном транспорте в период зимних школьных каникул и новогодних праздников. Согласно статистике, детские кресла и ремни безопасности нередко спасали жизни. Поэтому каждому водителю стоит помнить, что он ответственен не только за себя, но и своих пассажиров. Ангелина Никитина, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Новогодняя гостиная. Именно так рязанский дизайнер Вера Новичкова назвала свою авторскую выставку. На ней представлены эксклюзивные куклы ручной работы. Каждую из них, как считает Анна Герцовская, можно смело называть произведением искусства. Вера Новичкова занимается изготовлением уникальных кукол уже пять лет. Начинала она с создания интерьерных масок. Поначалу это было ее хобби, но затем переросло в профессиональную деятельность. Изначально она занималась дизайном интерьеров. Сейчас Вера совмещает эти два направления. Ее куклы покупают люди из разных точек мира. Это категория людей определенная. Это коллекционеры в основном. Есть определенные любители авторских кукол. Продается это в основном Москва. Я участвую в выставках международных, за границей. Мои куклы продаются. Здесь представлены куклы в стиле советских игрушек, героев сказок и мультиков. Выполнены они разными техниками. Маска. Алиса в стране чудес. Это прям вот знаковая моя работа. Она стала как бы символом моей вообще деятельности моей. Вот. Это папье-маше. Вот. Полностью тоже ручная работа. Ну, мой символ, мой талисман. Алиса в стране чудес. Это вечная история, которая как бы, которая вдохновляет. Каждая из этих кукол неповторима на изготовление некоторых из них уходит более месяца. Самый трудоемкий процесс – это создание фарфоровых кукол. Я сама сначала делаю из пластилина лицо. Потом это делается отливка. Потом заливается фарфор. То есть это целый этап – обжиг. И потом роспись. То есть это очень долгий процесс. Фарфоровая кукла – это самая сложная кукла, которая делается долго. Для нее нужны определенные… Вот только натуральные ткани используются. Только натуральные техники. Я закончила школу кукольного дизайна по классу фарфора. Вот. И мы занимались вот именно фарфоровыми куклами. И это определенный тоже раздел кукольной жизни, скажем так. Некоторые из этих кукол были представлены в Эрмитаже. В частности, это игрушки с новогодней елки. Увидеть эти интерьерные куклы можно на выставке на территории арт-пространства «Акценты». Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». И на сегодня это все. Еще больше новостей. Смотрите на нашем сайте www.goro.tv. Всего вам самого доброго. Субтитры создавал DimaTorzok